Всем доброе утро! Я гляжу, тут покрасили скамейки вот эти голубенькие. Вот этот бар, он открывается ночами, но на ужин. А днем закрыт. Я никогда не видела его открытым. Там видела почтальона, а мне не нужны. Мне пришло оповещение вчера, что я заказывала в Алиэкспресс очки. Вот, что они мне пришли. Поэтому, может быть, сегодня мне их привезут. Уже вчера у нас выходной был, вот, но не по всей Испании. Поэтому посмотрим. Пойдем быстрее на работу. Так люблю какие-нибудь посылки. Это, знаете, как подарки на Новый год. Заплатила-то я уже давно, месяц назад. Ну вот, подарок пришел. У нас продолжается лето. Уже не буду говорить, что... Хотя скажу, что сегодня, наверное, поеду на пляж. Вообще, планы у меня такие, да. А там посмотрим. Ко мне сейчас соседка, ой, соседка, клиентка должна прийти. Сказали, 10. Ну, пока никого нет, но и время еще не 10. Надела новые шлепанцы. Знаете, и новые шорты. Вот эти тоже ни разу не надевала. Конечно, они мне начинают, знаете, где тут натирать. Поэтому надо что-то... Ты завтракаешь, что ли? Ты завтракаешь, что ли? Это женщина. Она у меня в субботу была, я ее красила. У нее, в общем-то... И вот ее брат. У них... Ну, они уже взрослые. Уже по 50 лет. Но у них отклонения. Вот женщина, я рассказывала про нее. У нее сколько детей? Что-то... Не знаю. Детей 5 было. И все с отклонениями. Наверное, генетические какие-то отклонения. Не знаю. И вот она такая. Здоровая, добрая. А брат какой-то с другими отклонениями. Он наоборот какой-то. Ну, вообще странный. Ну, больный, что уж говорить-то. Так, ладно. Сейчас немножко поубираю. Люку протру. Про щетки дезинфицирую. В общем, обычная рабочая рутина. Как я и говорила, мне принесли очки. Смотрите, какой коробочке цивильный. Все как надо. Ой, там что-то прям... Сейчас мы подкрыли. Много всяких причиндалов. Ну, это, как всегда, тряпочка. Этих тряпочек. Это, видимо, проверять. Но они типа полароидные у меня. Поэтому, вроде, типа проверять, наверное. Обычно всегда... Всегда присылают, когда... Полароидные вот такие штуки. Слушайте, ну прям цивильные, цивильные. Ой, шикардос. Смотрите, какие. Душка, видите, тоненькая. Что мы там видим? Что мы там видим? Так, и в очках. В общем, надо в очках... А, там какая-то надпись появляется. Видите? Нету надписи. Надпись появляется. Как это все сделать, чтобы видно было. В общем, проверили. Теперь проверим на мне. Так, что-то как-то мне... Кажется, они мне большие. Если я сильно... Не знаю. Надо присмотреться. Та-дам! Знаете, что в этих очках не так? Они слишком прямые. Нужно было быть чуть-чуть загнутые. Чтобы были. Вот сюда очень много света попадает. Прям вообще все видно. Но для машины, может быть, они и ничего. В общем, не то, что я ожидала. Но все-таки. Скажите свое мнение. Как вам очки? Слишком прямые. Надо было чуть-чуть загнутые быть. Ну, ладно. Мне тут продукты привезли. Для парикмахерских. Но я их завтра разберу. Мне нужно сейчас... Представляете? Изгонила женщину на дому. Ее, ну, та, которую я укладываю после операции. И вот во время, когда мне нужно идти ее укладывать, во время, которое мы договорились. Баму! Бенга! Пришел народ вообще. Пришел народ. Я, конечно, укладывать начала всех. Одну пришлось, конечно, отшить на завтра. Ну, она моя подружка, поэтому как бы ничего страшного. Она говорит, завтра приду. Что я взяла? Все, взяла. А, все, поняла. Иду укладывать ее. Тут мне звонит поставщик, что он мне привез товар. Ему негде. Он не знает, когда ехать, как подъехать. Как, говорит, подняться ехать. Да, блин, здесь всего одна дорога, по которой можешь подняться. Здесь даже искать ничего не надо. В общем, он кое-когда ехал. Надо было его встречать. Я ее укладываю. Говорит, сейчас приду. Бегом ее товар принимать. В общем, пипец. Ну, ничего, разрулила. Мама, Чарли. А сейчас еду. Мне нужно заправиться обязательно, потому что у меня бензина очень мало осталось. И в Лидл заеду тогда уже по пути. А зачем? Я забыла. Зачем мне надо в Лидл? Я совершенно забыла. Но я сейчас сяду в машину. Как это? Успокоюсь и вспомню обязательно, что мне там надо. Мне что-то там надо было. Ой, закрыто. Представляете, утро такой бешеный. Хотя с утра сидела буквально часик. Вообще никого из клиентов не было. А потом все набежали. Бега, сувь. Едем в заправку. Ну вот, видите, я вспомнила, зачем мне нужно в Лидл. За чесноком. У меня же гаспачо дома без чеснока ставит. Оставила машину. Сейчас постараюсь на солнце не оставлять. Там Чарли. Но я буквально туда и обратно. И вот хотелось бы в тенечке. Но я в тенечке оставила машину. Так что иду. Наклеила пластыри на мозоли. Но даже с пластырями очень больно ходить. Натирать. Ну ладно, буду надеяться, что это всего лишь первый раз. Потом растопчется. Надежда умирает последней. Так. Что-то народу... А, ну правильно, у нас же сколько? Два дня выходных было. Считай. В воскресенье, понедельник. Все есть хотят. У всех закончились продукты. И все бегом-бегом в магазин. Ну, я бы так преувеличила насчет бегом. Очень даже не бегом. И вот так вот разрогатится. И все. А я вот тоже сейчас разрогачусь. Парагуаю. Смотрите, дешевый. 59, берем. Гаспачо почти готов. Наконец-то я купила чеснок. И здесь у меня готовится гречка. И вот к ней вот грибочки с лучком. Сейчас все это смешаю. Все это будет вкусно. Здесь у меня жарится рыба, представляете? Я сегодня посмотрела одну в ютубе. И она там вкусные караси жарила. Блин. Мне так захотелось карасей. А Дорада, это же, по-моему, морской окунь, да? Или что-то там. Того, типа того. В общем, пошла, купила тут раз маленькие. Посмотрим, похоже, не похоже. Так карасиков хочется. Смотрите, какая вкуснятина. Гречечка и тинто доверано. Тинто доверано это молодое красное вино. Сухое. Разбавленное фантой лимон. С лимоном. Но здесь нет. Оно разбавлено специальной газировкой. Там продается. Гасиос называется. Но можно обычное вино красное разбавить газировкой фантой лимон. И получится вот такой обалденный летний напиток. Вина можете добавлять сколько хотите. Ну, где-то третью часть вина и три части газировки. Вкуснятина необыкновенная. Всем приятного аппетита. Ну что, друзья, еду на пляж. Я решилась. Мне стало скучно дома. Но поеду на пляж. Поеду на наш. Который в нашем городе находится. Я уже ездила. Где у нас дача была. Мы там знали все друг друга. Друг друга. Но сейчас уже, наверное, лет... Года четыре, скажем так. Уже приезжают совсем незнакомые люди. Которых я не знаю. И мне ближе на свой ехать, чем... Вот в Солобрении, где я и работаю. Полежу. Я же не взяла свою сидушку. Но зато есть можно. И полотенце не взяла. Не, ну, Маруся я. Говорю, что-то я не взяла. А я не полотенцем взяла. Ничего не взяла. Ой, вот такой вот я чудак. Ну, блин, вообще. В общем, на пляже встретимся с вами. А то я все забуду. В тенечке припарковалась под пальмой. Душ вон там рядом есть. Здесь вроде бы не вижу никого народу. В общем, все цивильно. Я платье уже сняла. Оно мне совершенно не нужно. Ветерок какой-то дует. Но я думала, что там на пляже уже не будет дуть. Ну, в общем, посмотрим, как получится первый день. Пока вот так. У нас он большой пляж. Вот этот вот. Ну, как-то я его недолюбливала. Ну, не в том смысле, что недолюбливала. Все ездили на дачу. Мы там всей семьей встречались. А сейчас кто куда. Никто туда уже не ездит. Я вообще люблю одна загорать, на пляж ездить. Когда захотела, приехала. Когда захотела, уехала. Вы, наверное, кто давно меня смотрит, уже давно, наверное, помнил и понял, что я как бы человек-одиночка. Мне очень хорошо и комфортно самой собой. Когда я сама собой. Поэтому я люблю тусовки, но такие редкие, знаете, раз в месяц. А так мне одно очень комфортно и хорошо. Поэтому... Поэтому еду на пляж одна. Я сейчас включу себе книжечку. Либо аудиокнигу, либо обычную в телефоне посмотрю. У меня всегда в телефоне какая-нибудь книга хранится. И все, и буду отдыхать. Правда, я и нифига не устала. Ай, тележки-то не... Как это, вагоны не разгружала. Но все-таки буду плавиться. Может быть, загорю. Не знаю. Зонт с собой не беру. У меня вот... Сейчас покажу. На моей сидушке есть зонт. В общем, сейчас все покажу. Вот, у меня есть вот такой зонтик. И все, у меня его достаточно. Очки надо сменить. Они слишком большие. Вообще без очков. Сейчас посмотрим воду. Люди купаются. Но, знаете, особого желания скупаться нет. Ай, ай, ай. Ай. Я вернусь прямо сейчас. Посмотрим. КОНЕЦ поля из пляжа прямо в парк как вам такой поворот в общем я уже сходила в душ не два раза один раз на пляже один раз дома быстренько переоделась и пришли в парк пришли погулять время уже восемь солнце не так жарит и не так ему жарко поэтому прогульнемся сейчас и пойдем домой отдыхать вот теперь тогда точно отдыхать выгуливаю новые очки привыкаю не знаю так в них стекло очень удобно как будто и вот прям очень удобно качество конечно хорош но что вот тут можно вот так глаз почесать и ничего тебе не мешает вообще это наверное тоже плюс но не знаю скажите как вам мои новые очки нормально идут мне не идут но носить то я их по-любому буду ну в общем присматриваться будем друг другу очки камней а качка сегодня чуть как-то детей много шли бы все на пляж гулять там очень здорово так он любит кувыркаться по травке да кувыркаться любишь и бегать по травке и далее как чудо морское отдыхалась даже посмотрела серию ангел хранитель сейчас на завтра готовлю вот такие сосиски свежие рецепт у меня есть на канале заходим в лайк лист рецепты и там все мои вкусняшки рецепты все опробованные плохие рецепты я не выставляю когда кака какая-то получается а эти сосиски очень вкусные и быстро готовится на завтра у нас будут у меня еще гречка осталась а мужу отварю картошку отварю или пожарю он сейчас захотел картошку в микроволновке так вот с солью с маслом оливковым делает но я естественно ничего все я в это время чаю могу попить вот это да попью так что вот такие у меня пироги буду готовить сосиски почти готовы чай заварен посуда помыта все я все дела сделала пойду смотреть последний герой а с вами прощаюсь до завтра все увидимся вам с вами завтра все вам самого лучшего и пока